Вот работа с людьми сферы бизнеса и так достаточно агрессивна и в принципе уже привыкла и не удивляюсь, но все равно каждый раз испытываю только грусть и разочарование. Как спокойно к этому относиться? Смеющийся Будда. Дарья Николаевна, давайте у нас будет с вами практика на двоих. Смеющийся Будда. Когда мы смотрим на всех этих безумцев, вот, просто смеяться. И конечно это вопрос, что сейчас невозможно выстраивать слишком долгие стратегии. Мы сейчас движемся короткими перебежками. Чувствуем, что не пошло, оставьте чуть-чуть, займите чем-то другим. Я имею в виду в каких-то отношениях с людьми. Ну то есть вот как-то не попали вы в человека, окей. Ну и бог с ним. Следующий не попали, бог с ним. Жди и как бы потом вернитесь. Потом может попадете. Он будет не в том информационном токсичном состоянии, которое у него было на тот момент. Вот так вот, касаясь, аккуратно, подходить, отходить. И главное, держите в голове, что вам надо. Вот как бы, чего вы хотите. И вот это просто, ну как-то сокровенно. Первое, хотите быть счастливыми, вот спокойными, радостными, уверенными в себе. И так вот, по секунду, пощупали, почувствовали, не пошло. Вы так мягко оттолкнули, пощупали другое. Вот. Ну и конечно, важно, чтобы просто были такие люди, как бы на долгосрочной основе, на кого вы опираетесь. Ну и я счастливый человек. У меня, ну, ну, то есть, я просто невероятно благодарен команде, которая со мной. Вот. Которые со мной вдумчиво разделяют мой оптимизм на то, что можно сделать мир чуть-чуть лучше. Вот. У меня есть близкие люди, которые очень за меня переживают. Иногда даже чересчур, что меня даже как-то неловко, я так не переживаю, как-то не переживаю. Вот. Ну, я думаю, что, как бы, в любом случае, результат каких-то моих действий, вот, каких-то моих вложений, человеческих, эмоциональных, психологических, вот, и видите, оно, как бы, возвращается где-то благодарностью, где-то пониманием, где-то поддержкой, вот, где-то просто теплом. Вот. Это дико ценно. Поэтому, то, что еще больше ценишь, это сознавая, сколько бармаглоков всяких разных. Вот. Так что, спокойно, это, как бы, и главное, не пытайтесь их переделать. Ну, слушайте, мы с вами забегаем уже в дальнейшие правила. Сейчас, пока, только ответственность на самих себе. Дальше мы с чувством вины поговорим, там, со всеми остальными делами. Вот. А пока давайте, значит, вот, тихонько. Так, значит, видеть, Ирина спрашивает меня, видеть позитив и возможности в любой ситуации действительно отличный навык. Применяю. Но ведь можно когда-то и погрустить. Есть ли в этом смысл? И плюс вопрос Лада задает. Возник вопрос по отношению негативных эмоций. Они ведь для нас сигнал, например, раздражение или злость это маркет, что границы личные нарушаются. Я согласен, что лучше их не испытывать, а от них смотреть и решать проблему. Но иногда ведь нужно эмоции дать время на побыть, чтобы ее ощутить и дойти до объяснения, откуда она. Негативные эмоции плохи, лучше табу там. Значит, нигде вам не говорил, что вы не должны чего-то испытывать или не испытывать. Ну вот правда. Не было от меня таких указаний. Не приписывайте мне свои мысли. Грустить, растаиваться, раздражаться, переживать и так далее. Это нормальная часть жизни. Вопрос, сколько вы длите это состояние. Да? Как только вы основную часть времени пытаетесь чувствовать себя радостно, вы будете очень четко отмечать ситуации, когда вы испытываете какую-то негативную эмоцию. Быстро ее вы можете отхватить и понять, что происходит на самом деле. И как-то отпустить себя, и как-то защитить себя, и что-то сделать, или что-то поменять в восприятии происходящего и так далее. Поэтому главное создать внутренний фон, на котором негативные эмоции будут восприниматься вами как события. Если у вас одни сплошные негативные эмоции, вы не воспринимаете какое-то свое раздражение как событие. Оно просто одно в череде бесконечности. Серая черная кошка в черной комнате. И мы живем вот в этих черных комнатах. Давайте выйдем и зайдем в белую комнату, обустроим ее, покрасим, возьмем это все, почистим, помылим, так сказать, потом прозенфицируем, покрасим белый цвет. Выглядит как больница, но представьте себе, что это какая-то прекрасная больница. Душевного здоровья. Центр душевного здоровья. И тогда черные кошки, если они появляются, вы их будете сразу видеть и сразу понимать, и разбираться. Если это полезная кошка, вы ее даже можете как-то что-то с ней поделать. Бесполезная вы, как сказать, тихо ее там выпроваживаете. Не стоит задача стать счастливыми бессмысленно. Стоит задача научиться жить. В жизни случается всякое, когда это случается, ну просто принимать это как руководство к действию. Появилась черная кошка. Смотрим, так ли она опасна, как об этом говорят всякие эти приметы. эмоции. Эмоции.